Едем сегодня в Голд Кост Нам никуда идти не надо Спасибо Такие милашки вообще просто Маленькие, неближаты Вот он, Голд Кост Получается В России это не принято Ну а здесь Здесь все по-другому, как вы знаете Это вот, собственно, Голд Кост Ну а от вас вот поддержка Если вам это было бы интересно Мы смотрим на все это и думаем Ну как же здорово здесь живут люди Смотрите, какая у нас есть интересная штука Вы когда не удаляйте, что это может быть Ну, будет весело Еще в руках русских Какую здоровую пищу Тоже такая, да, национальная пища Всем увидим Йоу, ребятки, всем здорова А кто это у нас тут такой сонный А это Марина Я тоже сонный, меня зовут Саша Мы в Австралии И мы покинули Голд Кост Попрощались с Анжелой Спасибо ей большое за вписку Мало с вами были, но все в отлично Так что не забывайте Но пока мы с ее ребятами едем На машине вот на такой вот Они там тоже 200 километров где-то по трассе Потом будут сворачивать Мы пока с ними А вообще у нас долгий путь В 700 километров сегодня Ну вот хорошо хоть чуть-чуть сократим Будем надеяться, что мы доедем сегодня эти 700 километров Потому что я не представляю, как мы будем ночью спать в палатке Даже днем очень холодно Поэтому будем надеяться, что доедем Да, мы едем в Нью-Кассел Это вот первая буквально там вписка, которую мы смогли найти Субтитры сделал DimaTorzok Ну а пока сейчас вот остановились на заправке Тут кофейку попить Уже чуть-чуть даже проехались То есть мы немного отдохнем сейчас пока Ну и пока вот да Пока у нас такой Экономим энергию Потом уже придется еще 500 километров там Но это тоже большое расстояние Мы так еще пока не проезжали Утро у нас началось сегодня с рассвета О, музычку Давай фитнес Утренняя зарядка началась Музыка на заправке Кстати, мы наконец-таки сменили штат Был у нас Квинсленд А теперь у нас Нью-Саус-Вэльс Ну и кстати, у них тоже вот номера Нью-Саус-Вэльс Ну это какие-то белые А еще вот желтые у многих тоже Короче, новый штат у нас начинается Наконец-то Уже заканчиваем свое путешествие практически И только-только вот сменили штат Так, ну пойдем посмотрим, что там внутри вообще Какой-то прям как торговый центр огромный Киев-Си вот уже вижу Где-то Макдональдс тут был Куча столиков А, ну вон он Макдональдс Конечно, условия тут тоже Неплохие такие И если ты ходишь на северной стороне рампа Ты должен быть able to get Это хорошая визия Так что люди могут видеть Я надеюсь Да, я надеюсь Вот, кстати, как раз на карте показано Вот Квинсленд был Вот теперь Нью-Саус-Вэльс Буквально прям недавно мы пересекли границу Я надеюсь, что там тоже нет ЗВУС-Вэльсон Квинсленд Уже заканчивается Девушки Геннадус ЗВУС-Вэльс Квинсленд Уже заканчивается Уже заканчивается все вот мы остались одни нам еще 500 километров где-то но мы прям уже на трассе 200 километров уже проехали спасибо вообще ребятам так получилось прям классно что вот им тоже нужно ехать было и вот они нас 200 километров получается подкинули ничего продолжаем сейчас будем стопить тогда не знаю вон какие-то ребята уже там до остановились можно попробовать у них что-нибудь узнать давай попробуем так ладно ребят куда-то не туда едут будем тогда сами сейчас пытаться стопить будем всем махать потихонечку да хорошо бы нам доехать тоже конечно тут вообще прям прохладно а сейчас мы еще 500 километров на юг проедем вообще будет капец какой мороз уже правда прям зима и палатка у нас так себе все у нас так себе мы даже ее еще не открывали так что ладно надеюсь что все будет нормально время есть еще солнышко еще высоко пытаемся ловить тачки кстати мы вроде узнали что вот в этом штате уже более-менее как бы нет такого запрета на автостоп а вот предыдущем как раз стать правда был запрет и правда могли нам штраф лепить три с половиной тысячи долларов за человека да и чет вот короче теперь чуть-чуть даже может быть обрадовались потому что вот здесь уже более-менее легально все это чуть можно выдохнуть ну и там вроде мы не испытали особых никаких проблем никто нас пока не оштрафовал кто это прям за нами аж вернулся что ли какие-то наверно путешественники тоже может какие-то знакомые нью-кассел миштяк у них там поход прям дом на колесах что ли сейчас будем смотреть кайф вообще как устроен умный дом на колесах смотрите какая система выдвигается шкафчик здесь можно приготовить есть здесь газовая плитка столовые приборы и даже есть средства полотенчика но все как в обычной кухне вот так вот закрывается и задвигается вот в эту систему и все вообще здорово да и зим вот так вот машинка выглядит со стороны сейчас вам покажу что внутри дома находится ну естественно постель большую часть места занимает девочка оформила свой вэн вот в таком стиле фотографии вот там стоит у нее газовый баллон а вот эта вот система как раз есть вода все необходимое для приготовления блин офигеть вообще нас парям по адрес опять привезли мы просто конечно в шоке находимся спасибо большое вот нас а из рук в руки прям короче да честно говоря у нас уже новый день тут наступил но мы вчера так вырубились жестко прям очень чуть подустали ну и да за последнюю неделю еще из-за того что мы там рано вставали такие не супер уж прям удачные удобные у нас были условия но хотелось бы немножечко подытожить вчерашний день то что вода девочка элла привезла нас вообще прям получается к самому дому прям ко входу к нашим новым хостом и она вообще сама путешествовала чуть там чуть ли не целый год на своей вот этой машине то есть ей вообще друзья помогли там переделать под дом на колесах вот этот вот ее минивэн ну и она вот так вот вокруг австралии там путешествовала а вчера она вообще ехала то есть к себе уже в сторону дома то есть какие-то у нее там планы были глобальные что она по моему куда там другие страны все-таки собирается а это вот она еще путешествовала из-за того что был коронавирус вот этот то есть все было как-то более-менее закрыта для интернациональных вот этих поездок а теперь вот да она ехала там я не знаю и 3-4 тысячи километров то есть в сторону дома она где-то живет там вообще на самом-самом юге австралии ну и вот подкинул нас вообще супер классно и сама она тоже такой прям приятный человек то есть мы как-то вообще прям на одной волне классно так ехали болтали там всю дорогу и конечно весь разговор не смогу сейчас пересказать или там вчера тоже снимать было не супер прям уж удобно но классно мы тогда вчера проехались на часов 7 где-то ехали вместе но и да еще к тому же она вот нас привезла прям вообще супер удобно максимально ну а теперь вот мы в ньюкасле тут вот такие вот у нас условия такой матрас но он прям вообще нормальный такой как кровать практически такая вот комнатка у нас здесь ребята нас поселили а у ребят тоже получается интернациональная семья то есть девочка австралийка и парень ну муж уже получается он вообще из нидерландов из голландии но они снимают такой дом давайте он быстренько сразу пробегусь тут вот получается туалет раковина ванна даже есть кстати ну и душ тоже так классно все тут устроено миленький вообще такой дом конечно они тоже вот пустое все было и они сами все это обставляли там вот у них их комната еще я там не пойду конечно особо гулять да снимают они за 550 долларов в неделю этот дом то есть вот это второй получается этаж был на первый этаж тут как бы гостиная тут вот кухня небольшая такая стол стоит более-менее такой огромный есть небольшой даже садик там какие-то цветочки растут какие-то там зелени вон куча и здесь вот вход тоже такое пчеловое место можно так сидеть тут читать книжечки ну короче да классный такой небольшой с одной стороны с другой стороны нормально хороший такой домик но они даже кстати говорят что хотят чуть поменьше снять чтобы было подешевле но и как бы им все равно так много места особо не нужно но а И так чисто передохнуть немножечко, перевести дух, ну и как бы чтобы не тратиться особо там сильно на еду, то есть мы вот так вот, да, стараемся готовить, ну чтобы не брать тоже с собой ничего, на улице еще холодно, не очень так все это приятно и удобно. Здесь ребята вон вчера они готовили, я вчера не стал ужинать, но вот у нас рис там с какой-то подливкой, с кари, да, Марина разогревает тут, варганит что-то. Да, иногда мы вот так покупаем на улице что-то, я имею ввиду в супермаркете, покупаем какой-нибудь йогурт, фрукты, но это холодно, и на улице также холодно, поэтому мы ради еды вернуемся домой, чтобы приготовить горячее и уже опять отправиться на улицу гулять. Ну да, мы сейчас немножечко вернулись так вот перекусить и отправимся дальше уже гулять потом по городу. Вот такая вот красота у нас получилась, такие две совсем разные, но очень вкусные тарелки. Всем тоже приятного аппетита, кто почивает вместе с нами. Да, мне нравится, когда вот каупсерферы, хосты наши говорят, можете брать все, что вам там угодно, в нашем холодильнике, в шкафу, вы можете приготовить все, что угодно из наших продуктов. Вот это расслабляет, вот немножко, вот этого доверия иногда не хватает. Так что, да, мы взяли немного, мы кое-что свое взяли, конечно, купили и приготовили из того, что есть, не нужно все там покупать. Поэтому за это вообще я обожаю каупсерферы. А сейчас у нас будет небольшой трипчик на вот таких вот красавцах, таких вот велосипедиках. Ну да, и, кстати, тут вот гараж еще получается есть. Погнала, погнала. Помнишь, как вообще ездят еще? Я забыла. Ну и что, нормально? Тут надо сиденья просто еще поправить, не знаю. Чуть-чуть московато, а так, конечно, как на мотоцикле едешь. Такой крутой велосипед. Да, такие, да, у них, смотрите, тут женский, а это мужской тоже, от одной фирмы. Ну да, такие модненькие прям, конечно. Тут в Австралии настолько все серьезно, что вот надо в шлемах носить, все прям ездят в этих шлемах. Но мы тоже, как местные, будем пытаться. Вау! Так давно мы вообще не ездили на велосипедах. Да проверь там тормоза. Блин, как вообще непривычно-то. Такой руль еще жесткий. И сам велосипед такой жестковатый немножко. Как так рулится прям легко слишком. Может, после скутера так кажется. Фух, ну я надеюсь, что все норм будет. Сейчас мы постараемся немножечко покататься. Тут, конечно, классная инфраструктура. Вроде велодорожки часто появляются. Только, конечно, мы пока не понимаем, как вообще ехать. Они что-то иногда прям на дорогу на основную выскакивают, эти велодорожки. Иногда вот по тротуару просто идут. Мы что-то сейчас выехали, там вроде шла-шла. Вот как здесь вот. Вот, началась опять велодорожка. Прям на дороге. Ну вот мы так что-то проехали, метров сто, потом она закончилась. И снова не появляется. Ну и вот здесь вот тоже вот на тротуаре вот разрисовано, разглянувано все удобно. Но просто мы что-то пока не понимаем, как тут все это работает. Мы пока просто по тротуару едем аккуратненько. Чтобы, мало ли, тут не тупить особо, чтобы никого не сбить, и чтобы нас не сбили. О, каркуши. Смотрите, какие огромные. Кокоду белые. Они так орут жестко вообще, надоедают. А еще здесь вот опасно, что могут это, на каску. Ну, типа вот на велосипедистов прям нападать некоторые птицы. Поэтому делают с шипами каски. Но вот у нас без шипов, и мы немножко переживаем на этот счет. Ну, не знаю, посмотрим, как все пройдет у нас. Будет, наверное, сценить нападать или нет. А пока едем, вот просто такие тут улицы обычные, ничем не примечательные. Сейчас будем погружаться там в какой-то парк. Ну и надеемся, да, там уже будет поудобнее, чем тут вот по городу тупо кататься. Вон, а досидная 153. Можно было бы, кстати, тоже на этих великах даже, по идее, доехать. Если бы они были нашими. Ну, ладно, посмотрим, может что-нибудь поинтереснее придумаем потом. Наконец-таки мы сворачиваем с основной дороги такой. Сейчас будем... Вон, орут как аду эти, кстати. Сейчас будем вот так вот ехать. Тут уже и потише, и поприятнее. Прикольно. Тут сейчас будет вообще, надеюсь, как-нибудь прям красивенько и удобненько. Но, да, к сожалению, скоро закат просто. Что-то мы как-то и поздновато, и... А так вообще тут есть прям очень такой маршрут в 20 километров примерно в одну сторону. Блин, не знаю. Сейчас куда доедем, в общем, туда и доедем. Блин, вот и дорожка, правда, уже закончилась. Кстати, я думаю, что многие, наверное, вообще не в курсе. Что-то там, да, многие зрители только вот пришли в последнее время. Если вы, да, не знаете, что мы путешествовали как-то на великах там, от нашего дома до Турции. Хотели вокруг Черного моря проехать, но... попали чуть-чуть там в затруднительную ситуацию в связи с ковидом и застряли в Турции. В общем-то, можете найти на канале плейлист соответствующий. Еще вокруг Ладожского мы ездили тоже на велосипедах, но ставили на них уже движки с моторчиками, то есть катались. Так что тоже можете посмотреть, если кто еще там вообще не в курсе, что мы раньше творили. По правилам безопасности в Австралии, конечно, все серьезно. А у тебя что-то не работает. Да, наверное, перегорел. Но вообще нужно включать фонари и надевать шлемы. Это обязательное правило, потому что Австралии ценят человеческую жизнь. Да, тут все за безопасность вообще переживают. Мы сейчас просто у чувака проезжающего тоже заметили, что у него фонарик включен задний. И остановились тоже. Додумались, что надо, наверное, все-таки включить. Потому что да, все по правилам надо делать, конечно. Люди такие тут, серьезные. Ого, чувак вон табличку ставит, когда там какой-нибудь ребенок идет и помогает переходить ему через дорогу. Такая работа очень успешна для пенсионеров. При этом они могут получать пенсию, а потом еще вот такую зарплату. Небольшую, правда, но все равно пенсионерам хватает. Мы еще вот сейчас погрузились в такой тут парк. Но это прямо вот в городе, не так далеко от нас, где мы живем. И тоже такая велосипедная инфраструктура. Прям целый маршрут. Должен быть прямо куда-то туда, вот до центра и там до пляжа. Но сейчас посмотрим. Пока нам нравится. Пока вот так вот красиво здесь все. Через парк пока едем. Такие вот площадки тут тоже есть для детей. Ну это да, во всех парках. Вон что-то прям тусуется тут народ. Еще есть вот, я не знаю, какие-то вот тоже какая-то вода, но вроде не реки, а Крики, по-моему, тут называется. Блин, ну конечно вообще опять прям обалденно вот так вот кататься здесь. Суперская инфраструктура. Люди рядышком тут живут прям. Вообще обалдеть, супер. Какой-то лес прям, а не парк. Речки вокруг тянутся. Одно удовольствие. Вау, тут вообще вон целая парковка. Смотрите, лодок. Все какие-то разные там вон. Большие, поменьше. Даже, да, интересно. Обычно вот еще прям дома такие идут там. Квартирные какие-нибудь или обычные. Просто вот отдельный частный сектор. Но здесь вот просто припарковано. Куча лодок вообще разных. Такое изобилие еще. Интересно выглядит так все это. И вон рыбаки грузят. Какую-то рыбу вон привезли походу. Тут я не знаю, какой-то рыбный. Или ресторан, или завод. Что-то такое прям. Пахнет рыбой очень сильно. А еще Таро вот сказал вчера, что здесь какой-то огромнейший прям порт. Один из самых, наверное, даже больших в Австралии. Ну и вон там что-то сюда разгружают. Вроде как уголь. Ну и везде там транспортируют отсюда. Везде там перевозят, увозят. Тут еще железная дорога. Прям сеть такая развитая довольно-таки. Ну а мы все еще едем вот так вот прям вообще. Смотрите, тут вот и дома такие уже начались как раз-таки. Люди живут обычные. А у нас все еще продолжается дорожечка. И как бы река здесь. То есть вообще зашибись. Наслаждаемся. Едем. Мы, к сожалению, еще проезжаем мимо, конечно, всю архитектуру. Которая прям очень похожа на какую-то британскую, английскую. Ну вот, наверное, скорее всего колонии здесь тоже были. И они прям под себя, что ли, город отстроили. Мы, естественно, ничего не читали про этот город. Как обычно. Но Нью-Кассел тоже вот английское название, собственно. Ну и прям вот из кирпича многие такие тоже здания. Ну и похоже. Я не знаю. Мы не были никогда в Великобритании. Но почему-то у нас складывается такое вот ощущение. Ну и в итоге вот мы доехали до моря как раз. Как Тар нам говорила. А еще вот маяк, где мы вчера тоже с Тарой гуляли, она нас сюда привозила. Вот мы туда проходились. Как раз там китов еще видели. Тут вот такое вот красивое место. Ну такая типа коса небольшая. С одной стороны река, с другой стороны там вот море. Кстати, мы сейчас видели китов. Прикиньте, они тут вообще везде, оказывается, плавают. Тоже Элла вчера нам об этом рассказала, что можно, оказывается, вот так вот с берега просто взять и посмотреть. Они там вот так вот выплевывают воду иногда или там выпрыгивают сами. А мы даже не знали никогда. И сейчас вот смотрим, вот они везде вообще, везде, оказывается, там он плавает. Конечно, на камере, конечно, это далековато. Даже для глаз это далековато. А на камере тем более ничего не видно. Но все равно вообще очень круто. Если вот не знаю, сейчас кто-нибудь там где-нибудь выпрыгнет или выплюнет, но вряд ли, конечно, что это будет вообще видно. Даже вот глазами, если честно, сложно уловить. Но они прям вообще везде. А сейчас вот Тара показывает нам город немножечко уже. То есть мы приехали. Тут вот пляж такой красивый. Через центр там проехались. Вон там весь Нью-Кассел видно. И вот эта вот река, она прям тоже через весь город идет. Такая довольно-таки большая. И вот туда вот как раз там порт. А, вон дельфин, кстати, да. Дельфин вообще тоже, вон, очень близко. Короче, мы тут вообще прям морских животных теперь начали замечать, оказывается. Оказывается, они очень близко. Еще морские котики вроде иногда сюда тоже заплывают вот так вот рядом прям. И как раз зимой. Да, сейчас тут зима. И тут реально стало довольно-таки холодно. То есть мы уже максимально вообще оделись. Все, что у нас практически было. И сейчас как бы день. И все равно прохладно. Но вау, вау, вау. Классно, дельфинчик. А ночью вообще там что-то, по-моему, 4 градуса всего лишь тут было. То есть, ну все, это вот мы максимально сейчас на юге. Ну, для нас я имею в виду. Чуть-чуть там Сидней, еще где-то 150 километров, еще южнее. Ну и реально, блин, холодно. То есть, если в предыдущих городах еще более-менее было, то здесь уже, конечно, так себе. Вон еще дельфин. Офигеть. Как классно. Редактор субтитров. а теперь у нас дорожка будет по берегу моря еще продолжаться вообще кайф конечно но все тут тоже прогуливались но еще и прокатиться тоже не прочь по такой красоте там бережок сейчас там еще будут пляжи тоже красивые везде сегодня такой выгулочный день с нами прогуливается тара ее муж получает сегодня работе но нам хорошо что сегодня мы вот так погуляем все вместе она расскажет особенности этого города она здесь училась сегодня на нам показывает свои красоты потому что она знает хорошо этот город сегодня как саша уже сказал видели кита и это невероятное ощущение когда ты впервые видишь огромную рыбу которая торчит там где-то из синей воды мы вот сейчас идем по этой набережной и все время смотрим в сторону воды вот такие тут дома красивые с панорамными окнами на воду получается примерно за неделю тут стоит остановиться за 1000 долларов вот посмотрите какая красота за меня хочется здесь стоять и любоваться вечно высматривать китов смотрите как люди катаются на серфе вот такие тут скалы тут на холмах прям город еще тоже немного небольшие но такие прям заметные можно тоже вот мы забирались вчера там вот наверх красивые виды тоже оттуда смотрели здесь вот тоже интересные такие строения вообще вот написано что океанские типа бассейн но они его там немного переделывают что-то вообще прям все здание что ли перестраивали не на как она там был раньше но и бассейны вроде тоже как переделал сейчас я вам покажу а вообще все дело вот так вот выглядит то есть какие-то прям вот окружности такие выделили вот это вроде для детей и там где-то для взрослых вот его как раз переделывают но я так понимаю облагораживают всю эту инфраструктуру может быть старое какое-то устаревшее все было а теперь будет все по-модному скоро ну и он опять бережок красивый серферы пляжик вообще загляденье как им конечно не холодно я вот не очень понимаю все-таки зима на улице и ну так не очень приятно даже вот катаемся мы это так свежо прям а вот поближе вам архитектуру смотрите кто там шарит похоже на великобританию пишите в комментариях сегодня такая еще пасмурная немного погода даже сейчас что-то дождик там немного капал как раз тоже как на туманном альбионе дельфины да они тоже он серфит прям блин тут и киты и дельфины и все на свете сейчас мы китов поймаем ну ладно у нас тут уже дождик начинается и темнеть начинает Поэтому я сейчас вам вставлю кадры, как мы вчера тоже катались Тоже классный вообще маршрут Аж до соседнего города Прикольно мы вообще так проехались А сейчас мы тупо поедем в сторону дома уже отдыхать Но тут, конечно, вообще кайф, если так в целом рассматривать Одно наслаждение Ну ладно, все, переключаемся во вчерашний день Вот как раз начался вот этот трек велосипедный, я не знаю, ходьбовой И он прям, по-моему, тянется вообще до бесконечности там До следующих каких-то городов аж Сейчас, в общем-то, посмотрим Пока все классно Пока вот это мы как раз ждали, но еле-еле, если честно, сюда добрались Вступили сейчас там через дорогу, еле-еле перелезли, перешли Ну обалдеть, смотрите, еще тоннель даже вырыли Чисто вот эта вот дорожка тут идет Никаких тебе машин Вот эта инфраструктура, конечно, бешеная Как ты натянулась до своего фонарика? Фух, что-то мы отвыкли Это такой подъемчик был Он прям гладенький такой, но все равно вверх Ну и сейчас вот наконец-таки мы будем катиться уже потихонечку Блин, ну вообще, конечно, кайф Смотрите, как все оборудовано Это мы уже километров пять, может быть, едем И еще, ну вроде еще тринадцать, как минимум должно быть Хоть какая-то железная дорога еще идет рядом, не знаю, что это такое И откуда она вообще взялась, и куда она ведет Но, в общем-то, такая тут красота, конечно Как тебе едется? Тяжело Забыл, как мы в Турцию отъехали Ножки забыли Ну да, конечно, пешком ходишь, когда другие, наверное, мышцы все-таки работают Ну и вообще, да, конечно Далекое прошлое это было Но на велике сирало, конечно, прикольно Такая тоже, свобода прям максимальная Фух, классная вообще дорожечка получилась И вот что нас ждало в конце Варить сколько лодок Ну это какое-то озеро, кстати, вообще Но, по идее, оно вроде как с морем там связано Вообще-то А город Бельмонт называется Вон что это там Виктория-стрит Бельмонт Двадцать километров мы прокатнулись Хорошо хоть успели Прям вообще еще такой красивый вид Чуть-чуть вот так хоть понаслаждаться можно А то мы боялись, что не успеем Но, к сожалению, назад сейчас будем в темноте ехать В ночи там ни одного, наверное, фонаря нет Еще и замерзнем, скорее всего О, а еще, если вы в курсе, не в курсе Не знаю, посмотрите Вот у себя месяц И у нас месяц То есть у нас он вот в эту сторону Закручен, как буквой С Даже как-то боком чуть-чуть, видите? Напишите в комментариях, как там у вас Что-то мы никогда так не обращали внимания Но мы вроде в интернете читали, что По идее в обратную сторону, что ли, месяц тут должен быть Как-то так, в общем-то Потому что, ну, из-за того, что мы в южном полушарии сейчас находимся Какова красота Вы только гляньте Ёшкин кот Посмотрите, как я выгляжу Как будто вот это вот 19 век У меня такая шляпка Наверху шлем Все смешано Волосы торчат Но на самом деле очень холодно ехать Я не знаю, Саша ничего, наверное, не чувствует Никакого дискомфорта Он наслаждаешься А мне реально холодно Но дело не в этом Дело в том, что Вот таким незамысловатым способом Можно просто прийти В любой дом Ну, по каучсерфингу, естественно Взять велосипед, если таковой вариант имеется И покататься абсолютно бесплатно Поэтому, друзья, путешествуйте вот таким способом Мы за это абсолютно не платим Приходим в гости Вписываемся бесплатно У нас великолепная комната У нас шикарные условия Сегодня мы даже вот поели Не готовили вот из холодильника наших хостов Просто этими деталями Можно пользоваться по всему миру И из этого складывается огромное путешествие Причем не в том, что бюджетное, а бесплатное Поэтому не бойтесь Экспериментируйте Пробуйте, выходите из зоны комфорта Ну, а если вы все-таки не можете так делать Тогда оставайтесь с нами Смотрите Пишите свои комментарии Вносите в наше путешествие разнообразие Вот, давайте путешествовать вместе Ну, а мы сейчас в темноте поедем домой Будем мерзнуть Я надеюсь, что будет все нормально Ну, вообще-то у наших велосипедов У наших крутых велосипедов Есть фонарики Поэтому думаю, что будет все хорошо Увидимся дома Йо-хо-у Летим-летим Все, закончилось Фух, все, мы живы-здоровы, добрались до дома, наконец-таки. Вот такой вот у нас Нью-Кассел получился. В следующем видео мы уже в Сидней отправимся, но вы там, давайте, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, комментарии пишите, поддерживайте там максимально. Ну и оставайтесь с нами. Пока-пока. 3000. Как устроена умная машина на колесах? Я иду, пара, не знаю. Вот там у нее стоит газовая, блин. Честно говоря, у нас новый день уже наступил, но вчера вот да, нас девушка довезла. Но снять это все очень стало сложно, и поэтому, конечно. У нас с нами, вообще, мы вот каждый раз, когда идем по этой... В общем, да, сейчас вот... то есть она... но ей... она... а это она путешествовала из-за того, что вот еще... и сам... А сейчас мы... А сейчас мы пришли чуть-чуть пообедать. Да, мы сейчас как раз перекусим немножечко, потом уже поедем, может быть, даже... Кстати, я думаю, что многие вообще не в курсе, кто... взять велосипед у людей, если тут... взять велосипед, если таковы варианты... вот такие вот детали, если... причем очень... и... но если... вносите в наше... в наше... Там вон какие-то... как это называется-то? Ого! Чувак вон! В сторону! Вот такой вот у нас Нью-Кастл получился. Получается, там следует... Нью-Кастл получился справاطвоночник... Израиль получился В Телик. О,隨ь. Пошло 11 мак forwards. Возвращение сверху. Возвращение сверху... Да, вот я блин pixel... Эврей ...